МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Татьяна Брылова. Вначале коротко о темах выпуска. Лучшие сотрудники перинатального центра получили медали к 90-летию района. Наш перинатальный центр является ведущим перинатальным центром в системе здравоохранения Московской области. На форуме Управдом обсудили первые итоги мусорной реформы. По состоянию на сегодняшний день жители должны 130 миллионов рублей. В деревне Горьке прошли соревнования по мотокроссу и питбайку. Я хочу стать чемпионкой мира по мотокроссу. Это моя мечта. В ходе рабочих поездок по муниципалитету глава района Валерий Венцель уделяет особое внимание учреждениям здравоохранения. Поводом для посещения Видновского перинатального центра стало вручение юбилейных медалей, выпущенных 90-летию Ленинского района. Зал для проведения совещаний с трудом сумел вместить всех, кто был приглашен на награждение. Перед началом церемонии глава муниципалитета выступил с небольшой речью, в которой выразил благодарность работникам медицинского учреждения. Наш перинатальный центр является ведущим перинатальным центром в системе здравоохранения Московской области. Я благодарю всех вас за вашу работу, за то, что вы держите высокую планку, не опускаясь. Для нас это очень показательно, ведь не каждый муниципалитет может похвастаться вот такой замечательной структурой. Ежегодно в Видновском перинатальном центре рождается более 6 тысяч детей. Это головное учреждение родовспоможения на юге Московской области, в который входят территории с населением почти полтора миллиона человек. Одну из первых памятную медаль вручили главному врачу Видновского перинатального центра Тамаре Белоусовой. Всего в перинатальном центре трудится более 400 сотрудников. Среди них 12 кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицинских наук, 3 заслуженных работника здравоохранения Московской области и 2 отличника здравоохранения. 33 человека в этот день получили из рук главы юбилейные медали. На четвертом в нынешнем году в муниципальном форуме «Управдом» обсудили первые итоги мусорной реформы. Навстречу приехали представители управляющих компаний со всего Ленинского городского округа, регионального оператора по вывозу мусора и активные жители муниципалитета. Подробности в нашем сюжете. Форум «Управдом» уже в течение нескольких лет является активной площадкой для обсуждения насущных вопросов в сфере ЖКХ. Обычно встречи проходят в одной из школ муниципалитета. На этот раз обсуждение насущных тем состоялось в Бутовской школе номер один. Главной темой стало подведение итогов работы за первое полугодие 2019 года по вывозу ТКО. Напомним, что с 1 января вступил в силу закон о раздельном сборе мусора. Успех инициативы зависит от многих факторов, в том числе и от того, насколько сами люди понимают важность разделения отходов. Заместитель главы районной администрации Александр Усков начал свое выступление с цифр. «Мы понимаем, что за эти услуги нужно платить. Так вот, перехожу к печальной статистике, которая на сегодняшний день есть. Значит, вот по состоянию на сегодняшний день жители должны 130 миллионов рублей с начала года». К середине августа максимальный сбор средств составил 45%. По частному сектору он не превысил 32%. Главная причина, считают в администрации муниципалитета, наличие отдельной платежки и доставка ее потребителю. «Сегодня мы плавно переходим уже в соответствии с утвержденными планами на переход на единый платежный документ в целом по округу, с тем, чтобы житель получал платежку единого образца со всеми услугами, которые он должен оплачивать. Практика показывает, что там, где действует единый платежный документ, сбор составляет в районе 95-96%. Тему продолжила представитель общественного контроля ТКО в Московской области Лилия Белова. Уже не первый год она занимается вопросами экологии, и на сегодняшний день ей хорошо известна ситуация с вывозом мусора на территории всего региона. Ассоциация «Общественный контроль в сфере обращения с отходами по Московской области» контролирует процесс реформы, как она внедряется в разных муниципалитетах, насколько продуктивно или, возможно, где-то пробуксовывает. Контроль осуществляется над деятельностью рекоператора и точно так же над деятельностью органов местного соуправления. Наши отходы должны приносить нам доходы. И это такая тоже философия ассоциации, чтобы рекоператор у нас с вами когда-нибудь мы достигнем, чтобы он покупал. Каждому участнику была вручена анкета, которую нужно было заполнить, а после обменять на сертификат. Правильные ответы анкеты были озвучены и обсуждены на реформе. Вопросы были самые разнообразные. В ходе встречи было задано много вопросов, как от активных жителей, так и от представителей управляющих компаний. Каждый участник мог обменяться контактами с представителями тех структур, кому был адресован вопрос. Мы берем на контроль, сложные вопросы подают их в письменном виде, мы регистрируем, потом контролируем ход выполнения, потому что есть вопросы системные. По словам председателя Ассоциации многоквартирных домов Людмилы Лернер, после проведения форума обязательно подводятся итоги и делается анализ самых важных вопросов. Ну а до конца 2019 года еще должно состояться три форума управдом. Даты их проведения и темы будут объявлены позже. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. В кругу большой семьи поселение Булатниковское широко отметило день своего рождения. На праздничной программе с мастер-классами и веселыми развлечениями побывала наша съемочная группа. Анастасия Воронина расскажет подробнее. День рождения поселения Булатниковское – это всегда светлое и доброе торжество, которое ежегодно объединяет всех жителей от мала до велика. В этом году специально для них тоже организовали развлекательную программу и праздничный концерт. Основным местом культурно-массовых мероприятий стала площадка у дома номер 15 по улице Крымской в деревне Боброво. Мне очень приятно, что жители в моем избирательном округе получают громадное удовлетворение, удовольствие от тех мероприятий, которые муниципалитет здесь проводит. Я очень рад, что муниципальное образование выбрало именно эту площадку для проведения таких культурных мероприятий. Есть и другие площадки. Это Бутово-парк-2, но водорожено. Но настроение радостное, хорошее, праздничное. Такое большое количество людей, конечно, не может не радовать. В этот праздничный день многие жители, как и Екатерина Васюкова, выразили слова благодарности за то, что Булатниковское поселение с каждым годом становится благоустроеннее и уютнее. Более стало очень красочным, красивая аллея, школа откроется, садик один, второй. Так что все идет и процветает. На торжественном мероприятии все пришедшие смогли найти занятия на свой вкус. На центральной площадке дети с удовольствием прыгали на батутах, катались на качелях и лакомились сладкой ватой. А те, кто постарше, принимали участие в интересных мастер-классах и создавали необычный аквагрим. Весь вечер артисты и творческие коллективы радовали жителей поселения яркими танцевальными и музыкальными номерами. Народные гуляния продлились до позднего вечера. Праздник действительно получился веселым и по-семейному теплым. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Подоглушительный рев моторов в деревне Горки прошли соревнования по мотокроссу и питбайку. Один из самых зрелищных и азартных видов спорта с каждым годом становится все популярнее, растет число его поклонников. Среди которых и наша съемочная группа, которая наблюдала за происходящим на трассе. Десятки мотоциклов от самых маленьких до мощных байков. В Горках прошли соревнования по мотокроссу, организаторами которых традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Трасса у нас сертифицирована, то есть на ней могут проводиться официальные мероприятия, гонки. Соответственно, поучаствовать может каждый. Естественно, люди для того, чтобы участвовать, они тренируются. Собственно, здесь у нас каждые выходные проходят тренировки. В этот раз покорить трассу приехали почти 100 мотогонщиков не только из Подмосковья, но и из разных регионов России. Старты приурочены к 70-летнему юбилею президента Московской областной организации технических видов спорта, чемпиону Советского Союза и России по мотокроссу Николаю Радченко, чей премьер вдохновил многих на занятия этим видом спорта. Перед началом соревнований Николай Михайлович обратился к участникам с приветственным словом. Я желаю вам всем быть здоровыми, поменьше падать, поменьше иметь травм и побольше победных финишей. ПЕСНЯ Оказаться первым на финише, конечно, хотел каждый. И дети, и взрослые, и даже король трассы, тренер молодежной сборной России по мотокроссу Вячеслав Дементьев. Спортсмен признается, что вырвать победу на крутых подъемах и резких поворотах под силу только лучшим из лучших. Должна быть и тактическая подготовка, и силовая, и выносливость, и техническая, и даже нужно знать, как правильно питаться, нужно как правильно настроиться на соревнования, психологическая подготовка. И действительно, нагрузка в мотокроссе колоссальная. Пульс может доходить до 200 ударов в минуту, а сам гонщик во время езды постоянно в стрессе, удерживая мотоцикл на неровностях и выравнивая его в прыжке. Но какой же адреналин и кураж? Неудивительно, что фанатами мотокросса становятся все, кто хоть раз видел это азартное зрелище. Кстати, среди участников соревнований немало представительниц прекрасного пола. Ксении Романенко всего 12, но уже несколько лет она серьезно тренируется. Сегодня юная байкерша улучшила свой результат и поделилась формулой успеха. Надо хорошо знать, как ехать в поворот, когда сдать газ, когда прыгнуть. И таким образом я могу выиграть. Я хочу стать чемпионкой мира по мотокроссу. Это моя мечта. Тех же ребят, кто пока еще не на байке, ждут в досуговом центре «Юность», на базе которого организована секция для детей по мотокроссу. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНОТВ. И на этом у нас все. Хороших новостей и всего самого доброго. До встречи.